Ситуация с внедрением в нашем городе программы «Электронный билет» становится все более странной. Напомним, около месяца назад Антимонопольный комитет Украины назвал утвержденное Гурсоветом положение о конкурсе дискриминационным и рекомендовал провести новый, предварительно изменив его условия в соответствии с законом. Однако, как выяснилось, к рекомендациям АМКУ мэрия прислушиваться не собирается. В Одесской мэрии не намерены прислушиваться к рекомендациям Антимонопольного комитета и отменять результаты конкурса по выбору инвестора, который займется внедрением в Одесском общественном транспорте электронного билета. Об этом в заседании транспортной комиссии сообщил директор муниципального департамента транспорта Александр Илько. По его словам, рекомендации антимонопольщиков не носят обязательного характера. Я бы хотела отметить, что Илько не является специалистом в антимонопольно-конкурентном законодательстве. И он, наверное, плохо прочитал закон о защите экономической конкуренции. Непосредственно рекомендации Антимонопольного комитета Украины являются обязательными для всех субъектов хозяйствования, в том числе и для органов местного самоуправления. Потому что одно из нарушений, которое произошло, чтобы ДСИТи понимали, это установление дискриминационных барьеров для захода с предложениями других субъектов хозяйствования. Кроме того, директор департамента транспорта уверен в прозрачности конкурса. То есть вы, конечно, рекомендуете, но нам на ваши рекомендации глубоко наплевать. С другой стороны, что имеет в виду господин Илько, говоря о том, что конкурс был прозрачным? Нет, то, что все прозрачно, никаких сомнений не вызывает. Вот даже не прозрачно, а не прикрыто. Не прикрыто, а ничем наглость. Ибо изначально гурсоветом было сделано все, чтобы могла победить. Не просто нужна какая компания, а и вообще только она одна могла участвовать в конкурсе. Более того, этот единственный неповторимый инвестор даже не может назвать сумму, которую он потратит на Е-билет. Мы же не говорим о том, что конкурс был непрозрачный. Он был очень прозрачным. Мы все видели, мы все слышали, нам давали документацию, нам частично отвечали на вопросы, а частично на эти вопросы нельзя было ответить. Потому что, ну как мы можем понять, как инвестор может понять, какая сумма инвестиционного проекта? Он не может приблизительно. Он говорит, что это будет, сначала он говорил 4,5, сейчас 7,8. Ну вот так вот. За примерами того, как внедряют в других украинских городах Е-билет далеко ходить не надо. Возьмем Львов. Знаете ли вы, что там в конкурсе участвовали почти два десятка компаний? И более того, основным условием было то, что именно город будет контролировать процесс перевозки пассажиров. Так вот, там с 2014 года создана рабочая группа. Там есть желание, чтобы автоматизированной системой и диспетчерским управлением распоряжался и управлял город. Чтобы единым оператором было коммунальное предприятие. Там проводятся консультации с ЕБРР и подписан кредитный договор с ЕБРР, который финансирует этот проект. Там непосредственно разговаривают с депутатским корпусом, объясняя, как они хотят и как они видят. Там непосредственно 17 субъектов хозяйствования подало заявки. Все они, как правило, не резиденты. Это о чем говорит? Вот это говорит о том, что нет нарушения законодательства. Но мы, к сожалению, не Европа и даже не Львов. У нас гурсовету наплевать и на качество перевозки, и на контроль над перевозками, и даже на ту прибыль, которую казна могла бы получать за эту услугу. Нет, нашей городской власти этого не нужно. А нужно набить собственный кошелек, отдав частной компании «Одесская городская карта», учрежденная группой ГЕРЦ, аффилированной с городским руководством и заводом телекарт «Прибор», всю прибыль. Напомним, речь идет о многомиллионных денежных потоках, которые будут поступать не на счета города, а седать в карманах местных воротил бизнеса по Трухановски. Проект решения по данному вопросу будет вынесен уже на ближайшую сессию городского совета.